Друзья, привет! Жука Виталий на связи и наверняка вы слышали про такой токен как Waves. На основе его блокчейна был создан децентрализованный протокол, в котором пользователи могут выступать в качестве вкладчиков и заемщиков. И это довольно интересно. Это интересно как минимум потому, что объем ликвидности в этом протоколе составляет уже более 540 миллионов долларов. Сейчас этот проект активнейшим образом рекламируется по всему миру. Собственно говоря, вы у меня видите этот проект и очень-очень много где. То есть реально подход к проекту максимально масштабный и проект по заверению разработчиков совершенно рабочий. Именно вкладчики предоставляют ликвидность рынку для получения пассивного дохода, в то время как заемщики могут брать займы с избыточным обеспечением. Ну и разумеется абсолютно логичный вопрос. А нафига мне это нужно? У меня же есть какие-то криптовалютные активы. Если мне очень сильно нужны будут деньги, я их продам и соответственно во что-то другое вложу. Вот именно для этого все это дело и создано. Вы уверены, например, что ваш актив, этот биткоин, он будет расти. Соответственно вы можете взять этот биткоин, положить под залог, получить средства и докупить еще другие активы, которые по вашему мнению вырастут. И таким образом вы сможете заработать и на биткоине, и соответственно на активах, которые вы купили за счет того, что этот биткоин заложили. Ну и другая сторона вопроса. У вас, например, есть актив, который вы продавать просто не желаете, ожидая какого-то более серьезного роста. Вы просто можете его давать взаймы и получать на этом проценты. И тут момент, пока Binance предлагает стейкинг стейблкоинов в районе 3%, вы можете получать 30-40% используя этот протокол. Virus Finance использует общую механику пула, при которой все депонированные средства в равной степени участвуют в деятельности, приносящей проценты. Так как Virus основан на Waves Blockchain, он использует чрезвычайно низкие комиссии, всего несколько центов за транзакцию, что делает его очень привлекательным как для крупных, так и для небольших депозитов и кредитов. Чтобы воспользоваться данной услугой, вы просто предоставляете свои предпочтительные активы. После поставки вы будете получать пассивный доход, основанный на рыночном спросе на заемные средства. Депонирование активов позволяет вам занимать другие активы, используя ваши депонированные активы в качестве залога. Кроме того, некоторые токены, ну например, сам Waves или USDN, безопасно размещаются в экосистеме, чтобы приносить дополнительный доход вкладчикам. По-любому вам интересно, где же будут храниться ваши депонированные средства. Все средства хранятся в системе смарт-контрактов. Код смарт-контракта общедоступный с открытым исходным кодом. Вы можете вывести свои средства из пула или экспортировать токенизированную версию своей позиции кредитора. Ну и самый, конечно, важный вопрос. Есть ли риски? Риски есть. Первый момент – это смарт-контракт. Никаких бэкдоров у смарт-контрактов нету, но все-таки есть довольно важный момент. Это риск ошибки в коде протокола, но при открытом прозрачном смарт-контракте это, ну, просто чрезвычайная редкость. Ну и, разумеется, есть риск ликвидации, он абсолютно логичен, так как вы берете все-таки токены под заем собственных средств. И если ваше собственное средство начинает резко падать в цене, конечно, есть вероятность ликвидации. Это совершенно стандартная ситуация для любой биржи. Важный вопрос – сколько вы будете зарабатывать на этом проекте? Разумеется, есть момент то, что вы берете взаймы какие-то активы на них сами, где-то на бирже зарабатываете какой-то процент, но исключительно внутри этого протокола. Здесь очень важный момент то, что все зависит непосредственно от интереса заемщиков к активу, который вы предоставляете протоколу. Соответственно, чем выше использование резерва, тем выше доход для вкладчиков. Также есть доход от ставок. Токены, которые поддерживают безрисковое возмещение, либо лизинг в экосистеме Waves могут быть автоматически размещены, сданы в аренду с помощью базовых смарт-контрактов. Но если придержится white paper, также еще появится токен управления, который будет непрерывно распространяться для обеспечения ликвидности. Совершенно в любой момент вы можете снять любую сумму со своего депозита. Ну и, соответственно, обратный вопрос, а какая минимальная сумма депозита, если максимальная? Нет, для какой-либо операции не существует минимума или максимума. Протокол Wires Finance дает отличную возможность для криптокредитования. Он основан на отличном блокчейне, у него отличная ликвидность. Ну и действительно, это проект, который сейчас хочет забрать реально львиную долю рынка криптокредитования. Это подойдет тем, кто не хочет лишаться своих долгосрочных инвестиций, но при этом хочет использовать свои криптовалюты для генерации дополнительного дохода. На платформах кредитования можно фармить стейблкоины с большей прибыльностью, чем, например, DEX и CEX за счет большего спроса на кредиты и больших процентных ставок. Например, если мы берем Wires и Pool с USDC, то там наблюдается 45% APY. Ну и, разумеется, очень важный момент. Если вы берете кредит, вы должны понимать, что вы берете кредит под залог с избыточным обеспечением. И, соответственно, если стоимость ваших активов падает, у вас есть возможность ликвидации позиции. Вы должны все время четко следить за стоимостью своих активов. Если вас заинтересовала тема криптокредитования, то лучше использовать по-настоящему большие проекты с хорошей ликвидностью. И Wires Finance под такие задачи является идеальным проектом. Все ссылочки в описании. До следующих выпусков. Покедова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова